Привет, Серега, у меня тут проблема в проводке возникла, ты же электрик. Серега отвечает, нет, я токарь, но все равно же с током связан, пошли поможешь. Главное, что понимаешь в ходе общения с водопроводчиками и электриками, если человек занимается чем-то 20 лет, это еще не значит, что он умеет это делать. Прапор спрашивает солдата, это правда, Кузькин, что ты, электрик? Так точно, товарищ прапорщик, я тебе нашел работу по специальности, будешь проверять в 11 вечера, выключен ли свет в казарме. Дама звонит электрику, я просила вас зайти починить звонок. Электрик, а я был у вас. Дама, но я никуда не выходила. Электрик, я пришел, позвонил, мне никто не открыл, я и ушел. Встречаются на том свете два электрика. Что, фаза? Сочувственно спрашивает один. Нет, земля, отвечает другой. Не прикалывай, земля не убивает. Еще как убивает, особенно если падаешь со столба головой вниз. Трое мужчин ведут спор о том, чья профессия древнее. Строитель, да, наша профессия самая древняя. Мы еще египетские пирамиды строили. Садовник, да, куда уж вам. Наши специалисты еще и демский сад насаждали. Электрик, что вы все спорите? Еще до того, как бог сказал, да будет свет, у нас уже вся проводка была проложена. Как-то пришел домой пораньше, в комнате незнакомый мужик. Ну, я и огрел его табуреткой по башке. Оказался электрик из ЖЭКа. Теперь жена пишет, что в квартире темно. А в колонии уголовники дали мне кличку выключатель. Проститутка, запутавшаяся в проводах, помогла электрику снять напряжение. Не починив стремянку, электрик отправился в детский сад чинить проводку. Когда электрик падал с лестницы, словарный запас детей увеличился вдвое.